Настоящий ценитель классического британского детектива. Книжный обзор романов Чарльза Тодда. В последние годы публика немного устала от тяжелых мрачных, остросоциальных детективов о насилии в семье и торговле людьми. Конечно, они никуда не делись и все еще пользуются спросом, но популярность классических детективов только растет. Попробуем разобраться в основных чертах классического британского детектива и в том, почему он так интересен читателям. Сразу уточню терминологию. Классическим британским детективам обычно называют работы, написанные в Великобритании в промежуток между Первой и Второй мировыми войнами и наделенные рядом характерных черт. В широком смысле под классическим британским детективом можно понимать особый взгляд на жанр. Авторы рассматривали свои книги в первую очередь как интеллектуальные игры. Писатель создает загадку, описывает ее на протяжении книги, а в конце дает решение. Читатель же пытается разгадать тайну раньше великого сыщика. Все составляющие произведения так или иначе являются частью игры. Среди современных представителей этого направления является Чарльз Тодд. Чарльз Тодд – коллективный литературный псевдоним матери и сына Кэролин и Чарльз Тодд. Писатели живут на восточном побережье США, много путешествовали по Англии, живя в небольших городках. Изучали ее богатые истории, в том числе легенды о которых Артурий и Уильям Уэллес. Сейчас очень интересуется история войн, американской, гражданской, первой, второй мировой войны. Увлекается гульфом и яхтами. Кэролин любит читать, особенно поэзию, путешествовать по миру. И тоже интересуется историей войн, особенно первой мировой. Увлекается садоводством и пишет маслом. Любит бейсбол и футбол. Оба любят животных и у них всегда есть питомцы. Написание романов вместе – вызов и тяжелые испытания. Но они наслаждаются процессом и конфликтами. Судьей выступает их муж Кэролин и отец Чарльз. Писатели известны серией исторических детективных романов, которые описывают Англию после Первой мировой войны. Циклы романов повествуют о расследовании уголовных дел инспектором полиции Иеном, Радлиджем, ветераном войны. Итак, представляю вашему вниманию книжный обзор детективов Чарльза Тодда. Испытание воли. Июнь 1919 года. Инспектор Иен Радлидж, получивший контузию в Первой мировой войне, вернулся в Скоттленд-Ярд. Он пока еще не чувствует в себе достаточных сил, так необходимых для тяжелого расследования, которые на него возложили. Но служба и есть служба. Он отправляется в небольшой городок Аперстрит, где жестоко убит герой войны полковник Харрис. Найти убийцу не только дело чести для Радлиджа, это еще и важное политическое задание, потому что за расследованием без пристрастия следят в Букингемском дворце. Крылья огня состоятельной и уважаемой корнаульской семье Тревельян произошла трагедия. Николас и Оливия, единоутробные брат и сестра, покончили жизнь с собой. А вскоре в результате несчастного случая погибает их брат Стивен. Дальняя родственница Тревельянов не верит в то, что Николас ушел из жизни добровольно и обратилась в Скоттленд-Ярд с просьбой о расследовании. Дело поручено инспектору Йену. Инспектор узнает, что Оливия под мужским псевдонимом писала стихи, которыми он зачитывался на фронте. И что на протяжении многих лет ее близкие умирают при странных обстоятельствах. Рад лишь догадывается, что в стихах Оливии зашифрована семейная тайна. Ива, что бы то ни стало, решает до нее докопаться дар мертвеца. По заданию Скоттленд-Ярда инспектор Йен отправляется в Шотландию на поиски следов пропавшей без вести Эллинор Грей, дочери высокопоставленных родителей. Местный констебль обращается к нему с просьбой помочь в расследовании странного дела, организованного против Фионы Макдональд. Фиону обвиняют в убийстве молодой женщины, предположительно Эллинор Грей, и похищении ее ребенка. Рад лишь узнает в обвиняемой невесту своего погибшего друга Хеймиша Маклауда. В память о нем он дает себе слово спасти Фиону от виселицы. Свидетели времени. Инспектор Рад лишь по заданию Скоттленд-Ярда отправляется в небольшой городок Остерли, где убит священник. Преступление нельзя назвать рядовым, хотя на первый взгляд мотив его самый примитивный ограбление. Но неоправданная жестокость, с которой оно совершено, подсказывает детективы, что подоплека драмы многослойна и требует пристального изучения. Чтобы распутать криминальный клубок, ему придется проникнуть не в одну трагическую тайну. Хладнокровное предательство. В живописной горной долине на севере Англии в городке Эрстейл совершено злодейское преступление. Убитый фермер Джеральд Элкотт, его жена, семилетняя дочь и двое годовалых близнецов. Они застрелены во время сильной метели, которая замела следы убийцы и единственного выжившегося члена семьи. Десятилетнего мальчика Джоша, инспектору Скотланд-Ярду Йену, оказавшемуся в воле и случае недалеко от Эслейда, поручено помочь местному инспектору Грилли, который не в состоянии справиться с расследованием. Его обескураживает обилие подозреваемых и отсутствие улик. Поиски в темноте. Проезжая мимо небольшого городка Дорсадшири, бывший солдат Берт Побрей увидел на платформе свою жену и детей, погибших во время бомбежки. Решив, что они живы и жена его обманула, солдат разыскивает их, угрожая убить. Спустя несколько дней в окрестностях находят друг женщины с изуродованным лицом. Все улики указывают на помешавшегося от горя солдата. Инспектор местной полиции Хильдебрандт убежден, что потерпевшая жена Мобрея. В его виновность не верит только инспектор Скотланд-Ярда Йен. Преодолевая сопротивление и неприязнь Хильдебранда, Ратлич упорно ищет настоящего виновника преступления. Красная дверь. Англия. Ланкашир. Июнь 1920 года. В доме с красной дверью лежит тело женщины, которую избили до смерти. Ходит слух, что два года назад она покрасила эту дверь перед встречей мужа, который вернулся с фронта. Тем временем в Лондоне человек, который страдал таинственной болезнью, сначала исчезает, потом внезапно появляется. Он не может объяснить своего выздоровления. Родственники якобы разыскивают его. Дают противоречивые показания. Инспектор Йен, вовлеченный в оба дела и упирающийся в стену молчания, должен разгадать обе тайны, прежде чем отдать под суд безжалостного убийцу. Одинокая смерть. В небольшом городке Истфилд убиты трое молодых мужчин. Смерть их ужасна. Они задушены гаротой с интервалом в три дня. Словно убийца совершал кровавый ритуал. Один из убитых сын влиятельного в округе пивовара, который считает, что раскрыть такое преступление под силу лишь Скотланд-Ярду. Так и в Истфилде появляется инспектор Ратлич. Он должен найти мотив, который объединяет убитых и убийцу. И на это у него есть только три дня. Иначе уже изначальной жертве не избежать гибели. Признание. В Скотланд-Ярд приходит человек, который, по его словам, умирает от рака. Он признается в том, что несколько лет назад, во время войны, убил своего кузена. Впрочем, на просьбу рассказать обо всем подробнее посетитель отличает уклончиво. Инспектору Йену Ратличу становится лишь известно, что преступление совершено в Эссексе и уходит корнями в далекое прошлое. Не имея возможности начать официальное расследование, Ратлич пытается самостоятельно выяснить, что же произошло на самом деле. Доказательство виновности. В одном из благополучных кварталов Лондона обнаружен труп сбитого автомобиля мужчины. Документов и денег при нем не обнаружено. Единственная улика – дорогие золотые часы в жилетном кармане. Примерно в то же время к маяку на побережье Суссекса волны выбросили тело другого мужчины. Также без денег и документов. Расследуя дело, инспектор Скотленд-Ярда Йен Ратлич выходит на известную фирму, основанную двумя респектабельными семействами и вскоре нащупывает некий криминальный сюжет. Но он должен быть очень осторожен, потому что смерть идет за ним по пятам. Это классический английский детектив. Хотя авторы на самом деле американцы, но стилизация высококлассная. Мы в жизни даже не догадываемся, что книги написаны не в первой половине прошлого века и не англичанином вовсе. Неспешное повествование, английская сдержанность, но при этом неуловимо веет мрачными тайнами и кипучими страстями, запертыми за стенами старинных особняков. В то же время читать безумно интересно. Все как надо. Имя убийцы мы слышим среди других имен с самого начала. Но до самого конца не знаем, кто он. Хотя некоторые подсказки автор оставляет читателя. Ну и, конечно же, харизматичный сыщик. Главный козырь в таком жанре, как детектив. Так что читайте и наслаждайтесь. Продолжение следует...